Всем привет ребята! Показывали мы как затопило там в нижнем этаже нашей дочери в доме. И вот я подрядился тут делать отмостку. Видите, натянул, все по уровню сделал. Вот вчера откопал немножечко грунта, убрал, чтобы здесь толщина была нормальная. Ну здесь у меня еще утеплитель будет, вот этот утеплитель я кладу сюда и буду вот по таким кусочкам заливать. Мне нужно пройти 20 метров, представляете, 20 метров. Ну это мне точно на месяц работы. А сейчас, чтобы у меня работала вот эта бетономешалка, вот она, бетономешалка. Сама она пластиковая, ну такой пластик серьезный. Вот так она переворачивается. Так вот, чтобы она работала, мне нужно электричество. А электричество я не получу, пока не сделаю здесь на улице резетку. Вот она, резеточка. Видите, тут интересные резетки, не такие как у нас. У нас вот эти штырьки круглые, а здесь плоские. Поэтому, ну не знаю, что с ней случилось, сейчас придется разобрать. Пока это снимать не буду, пока тут мучаюсь, откручиваю. Все болты испорчены. Ну старые уже просто. Поковыряюсь маленькой. Обещал я, что сделаю здесь с арматурой. Арматурой по минимуму, значит внизу пойдет. Вот такая арматура, десятка, по-моему, внизу пойдет, вверху пойдет. И там еще две по верху. И надо между собой их будет связать. Ну, сейчас мне нужно что? Сейчас мне нужно вот так вот уложить в арматуру. Вот так. И, естественно, приготовить каркас. Понадобилась мне вот такая вот пена. Ну, почему-то здесь баллоны, по сравнению с нашими, которые в России продают, наши примерно вот такие, типа короче. Ну, работать ими, конечно, я думаю, удобнее. Потому что они мельче. Но зато в них меньше пены. Сейчас посмотрим. Вот он пистолет. Не знаю, что это пистолет. Попробуем его скрыть и установить пену. Ну, пробуем устанавливать. Розовенькая какая-то пена. Ничего, пистолет так приятный. И в руке приятный. Вроде как идет из него нормально. Хранить буду вот так, ну, как привык. Вот видите, вот так поставил, чтобы газ не выходил, когда вверх. Ну, а здесь немножко подожду, чтобы положить сюда арматуру. И когда буду убирать, чтобы деревяшка не мешала мне. Так, вон там надо еще запенить. Смотрите, вот такая вот визуальная проволока. Честно скажу, вижу такую в первый раз. Вот такие отдельные. И вот он крюк вязальный. Made in China, кстати говоря. Купили вот такие вот кусачки. Сейчас приду проволоками резать. Ну что, будем пробовать заматывать. Ну, вроде неплохо. Продолжение следует... Расса идут... Жень для убирать там. Не надо. Готовая смесь для заливки и отмазки. Еще пока не приспособился, как я буду ее засыпать. Вот разрезал, наверное, лопатой. Ну что, ребята, вот замесил я один вот такой мешок. Наверное, он 25 килограмм по-нашему. Там какие-то инчи, ярды, еще чего-то там. Короче говоря, подвижность хорошая. Сейчас буду выливать первый мой замес. Буду выливать вот в это ведро. Ведро, говорит, долларовое, говняное. Но придется купить металлическое. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой. Не канает. Ну вот такой процесс у меня и пойдет. Буду засыпать бетонную мешалку, скорее всего, перетащу сюда, чтобы сразу усыпать в опалубку. Я сейчас буду примерять и отрезать утеплитель. То есть я хочу утеплить отмазку, чтобы вниз дома, там в жилые комнаты, был утеплен. И как гидроизоляция, чтобы она была. Вот такой Brad. У нас Fan sweet. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok 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 Ну что, ребята, иду показать вам работу свою Еще делаю вовсю Вот сделал два квадрата Вот один квадрат Тут под низом пенопласт для утепления Сетка, ну по минимуму, металлическая Не нашел я кладочной сетки здесь Не местной, откуда я могу знать Здесь уже я начал заливать Хочу вам показать, как я дальше продолжаю это все делать Сейчас уже здесь у меня 7 мешков Вот таких по 36 килограмм мешки 7 мешков и еще 3 надо То есть 361 получается Вот такой вот я консистенции делаю Бетонную смесь Это специально смесь для тротуаров Мелкий щебень Фракцией, наверное Ну, до 5 миллиметров Вот в таких вот мешках По 36 килограмм На наши, если перевести Вот на такой у меня квадрат Уходит примерно 10 мешков По 36,2 То есть 362 килограмма один получается Ну, с утеплением потяжелее чуть-чуть С арматурой Ну, пусть 370 Сейчас буду заливать Вышла тут руководитель Посмотреть, что Юра делает Ну, и как всегда, надо помочь То одно, то другое Ну, все, ребятки Вот квадратик залит Видите? Один, второй, третий Три квадрата Ну, вот так вот Если я рассчитываю Еще недели на две работы Вот так вот Вот и отпуск Вот сегодня вышла дочь Мне помочь Помаши ручкой Да, она мне всегда помогает Помню, в России жили Мы крышу делали Вместе с ней Руберот заливали Ой, закатывали И потом заливали этим Битумом А сейчас вот Она мне помогает Бетон разравнивать Виночки упали Ну, так Спасибо, дочь Девчонки и мальчишки Сегодня 20 сентября Солнце палит Ну, я вам скажу Вот как у нас на Волтайске Это разгар июня Это полный капец Я сейчас заливал бетон Я думал, здесь сдохну Паливаю неимоверно Сейчас немножко подсохнет Я его тоже закрою Чтобы не полопалось Ну, там, видите Три залил Четыре вот это Да Из-за жары вообще Ну, очень Некомфортно работать На улице, наверное, 30 А я не знаю даже сколько Ладно Чего жаловался Взялся, надо делать Русские не сдаются Ну, на сегодня всем пока Буду заливать Мне интересно, что я каждый день Одно и то же делаю Поэтому, когда сделаю Потом покажу результат Ну, или промежуточный результат Так что, смотрим Как Почти точно так же, как в Новолтайске Я отмостку заливал Только здесь побольше У меня там было 5 метров Длиной Здесь 20 И толщина Ну, наверное, 20 Посадка 20 сантиметров Пока-пока Всем привет Сегодня очередной день Нашего пребывания В гостях у дочери Вот, помогаем им Отмостку делать Видите, под окном Выкопали вот такой приемок Утеплил я его Двойным утеплителем Ну, и заармировал Теперь мне надо Вот по эту Отметку Вот под эту отметку Залить бетон Чтобы потом сверху Поставить опалубку И здесь был Как бы небольшой приемок Но он Одновременно будет И забетонирован То есть, если туда вода попадет Она во всяком случае Наберется Ну, можно будет Как-то спасать Хотя, если сверху Сделать Такой специальный Козырек То она туда Навряд ли попадет Когда Ну, забетонировать надо И утеплить тоже Поэтому работаем Вспомнил Пыль летит Вспомнил, что купили Респиратор Вот такой вот Типа с очками Не знаю Посмотрим Еще за распиратор Сейчас распакуем Так, очков не заметил Ну, сам Сами флитрующие элементы Вот они Раз Ну, вот Наконец-то Разобрался Ну, я продолжаю тут Свою работу По заливке Отмостки Мне сегодня Вот такая необходимость Появилась Помыть контейнер Вот в этих контейнерах Такие пластиковые контейнеры Я не знаю тут Сколько Ну, если в людях Еще есть мусор Куда они складывают Бумагу Ну, что, ребята Приямочек Залил я Вот Пусть сохнет Превращается Вот, видите Там уже инструменты Накидал Вот такой Забетонированный Как бы Кусочек А сверху Потом опять Опалубка И полностью Все заливаем Теперь Я думаю Сегодня Мне нужно Что сделать Мне нужно Сделать Температурные Швы Подготовить Здесь Здесь Потом Здесь И здесь Для того Чтобы До Выходных Залить Отмостку Потому что Обещают Дождь Мы В принципе Ее для этого И лили Когда был Сильный Ливень Она где-то Здесь Пропускала Чтобы не Гадать Где Решили Залить Полностью Двадцатиметровую Отмостку Ну, конечно Еще придется Сюда Завернуть Ну, не знаю Успею я Не успею Будем Стараться Вот Видите Кому-то Может Непонятно Было Я Устроил Здесь Сэндвич То есть Сначала Утеплитель Вот С такими Прорезьями Чтобы Бетон Сверху Залит И упирался В землю Потом Сверху Сантиметров Десять Одиннадцать Бетона Вот Ну, естественно Все это Армировано Чтобы Оно Потом Не разлетелось Вот Это У меня Будет Сейчас Температурные Швы Я буду Делать Температурные Швы Буду Делать Вот Из Этой Подложки Ну Так как У нас Все Намокло Подложку Мы Не Повезли Полностью На Свалку Оставили Дома То есть Она Как бы Бушная Ну Сжимаемая То есть Если Где-то Что-то Бетон Будет Ездить Эта Подложка Будет Сжиматься Разжиматься А сверху Температурный Шов Сейчас Попытаюсь Пеной Приклеить Одна Ячейка Или как Кусок Между Двумя Залитыми Готов Опалубка Выставлена Все Уложено Так буду Заливать Кирпич А какая Разница Меньше Зато Бетона Месить Бетономешалка Работает Все Будем Делать Все Ребята Залил Эту Полоску Теперь У меня Три полосы Три полоски Или так Три ячейки Все В кучу Сейчас Покажу Со стороны Раз Два Три Там Сейчас Будет Четыре Пятая Залито Шестая Короче Мне Сейчас Надо Шестую Залить А потом Там Где Окошко Жизнь Продолжается Работаем Вторая Неделя После Потопа Я заливаю Три Три Приемки Из них Я Два Сделал Сегодня Буду Делать Третий Ну И тут Только Ставить С одной Стороны Палубку Сейчас Надо Надо Было Бы Сегодня Залить Вот Это И Вот Здесь Краю И Тогда Вообще Дело Пошло Быстро Ладно Будем Заниматься Очередной Привет У нас Два Дня Шли Дожди Заниматься Было Некогда Некогда Невозможно И он Видите Сейчас Одетый Рохладно Стало Градусов 7 Вот Поэтому Разбираю Палубку Вот Так Вот Получилась Опалубка Здесь Немного Погуще Бетон Здесь Жидкий Видите Отпечатались Рисунок Дерево А здесь Погуще Немного Был Уже Вот Пористый Ну Что Пойдет Тут Не вертолет Сажать Люди Будут Ходить Работа Надеваться Некуда Придется Продолжать Это Как раз Заливка Под окном Там Мне Некоторые Зрители Пишут Что Не легче Было Миксер Заказать Ну Конечно Легче Вот Эти Вот Заливки Кто Будет Делать То То Есть Потихонечку Помаленечку Иногда Конечно Взять Помогает Что Уж Говорит Приезжает С работы И Вперед Ого Вот Вот Такую Вот Штучку Под окном Залил То Есть Там Двойной Утеплитель Плюс Бетонная Стяжка Сейчас Сверху Буду Строить Опалубку Ну И Вот Этот Квадрат Заливать Кто Смотрит Наше Видео Еще С тех Времен Как Мы Дома У себя В Алтайском Крае В городе На Валтайске Делали Бетонную Стяжку Тот Видел Как я Очищаю Старые Плитки А вот Здесь Я очищаю Опалубку Уже Используем То есть Чтобы Сэкономить Очистка Опалубки Которую Я уже Два Раза Использовал Закончено Сейчас Мое Дело Ее Подогнать Это Дело Подгоним Сейчас Я ее Скручу Все В гараже Пойду А потом Сюда Опять Поставлю Буду Подгонять Вот Что Я Своял Такие Квадратики Я Делал Резать Вот Так Не знаю Как Я буду Сейчас Это Делать На Эту Вот Так Но Делать Надо Разберу И заново Отрежу И опять Соберу Вот Ребятки Подрезка Подгонка Произошла В качестве Провела Я вот Такой Уровень Использую Все Супер Подходит Все В плоскости Пока Сохнет Я Время Прошло Пена Высохла Теперь Мне ее Надо Закруглить Вот Видите Я Шлифанул Теперь У меня Бетон Задьется Ровно И Выдерну Я Легко Вот Эту Теперь Мне надо С этой Стороны Так же Сделать Но Это Я уже Показывать Не буду Буду Устанавливать Сразу Так Приготовил Я Опал Устанавливаю Сейчас Здесь Мне надо Будет Утеплить Еще Раз Хочу Показать Вот Здесь Внутри Заливаться Не будет А Здесь Все Будет Бетон Тут Немного Камера Разрядилась Видите Я Температурный Шов Сделал Из Подложки Так Маленькая Основу Выровнял Не Сильно Совсем Хорошо Сейчас Постараюсь Еще Короче Вот Видите Я Сколько Уже Залил Чтобы Положить Пенопласт Основание Выровнял Сейчас Оно Высохнет Я Буду Обязательно Ложить Пенопласт А потом Арматуру И потом Заливать Бетон Уложил Я Один Утеплитель Надо Прижать Его Чтобы Он Не Поднялся Видите Ну Уступил Завтрашний День Не успел Я Сделать Темнеет Рано Плюс Дожди Идут Поэтому Работы Резко Замедлились Если Я Такие Дни Вот по такому Квадрату В день По квадрату Делал И сейчас У меня Получается В день Ну Квадратов 0,5 Если То Хорошо Ну Все Ребятки Все Готово Для заливки Основа Выровнена Опалубка Установлена Арматура Уложена Температурные Швы Приклеены Что еще Здесь я делал Там Внизу Вот где Под окном Там тоже Заармировано Все было Утеплено В два слоя И Залито Примерно Сантиметров 8 Так 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 Опалубка Выставлена Все Сейчас начну заливать Единственное Что здесь очень широкий пролет Метр девяносто Но у меня Провило Вот такое есть Чуть больше Двух метров Вот она Вот она Провило Самодельная Конечно Ну Постараюсь Я обойти Сейчас Сюда уйдет Я думаю Не меньше 12 мешков Смеси бетонной 36 на 12 Это что получается Это Ну 400 килограмм Примерно Будем работать Ячейка У меня одна Из самых больших А может Даже самая большая Ну вот Ребята То что я Сегодня укладывал Вернее Вчера Утеплитель Сегодня Арматуру Залил Показать Не удалось Потому что Камера села Ну вот Это Залитое место Теперь Мне надо Укрыть Потому что Обещает Сегодня Дождик И это Все Может Испортиться И Юрий Как всегда Воспользовался Помощью Третьих лиц И говорит Я сейчас Побегу за камерой А ты тут Пока Бетонную мешалку Закрой И еще что делать Пленку Приготовить Кирпичи Натаскать Ну вот Ребятки Первая попытка Не получилась Со второй Закрыли И то Сейчас ветер Ковышет На улице Прохладно Он Медленно Застывал Немножко Может Внешний вид Испортить Видите Сколько нюансов Нужно Чтобы Залить Бетон Более-менее Как всегда У нас Продолжение следует От Морского Осталось Еще Вот этот Квадрат И там Еще Два Продолжение следует Вот Вот так У меня Получилось Арматура Это кирпичики Чтобы придавить Пенопласт Ну и Чтобы поменьше Бетона Заливать Ничего с ним Не будет Тут тяжелее Человека Ничего не станет А даже Если машина Заедет Тоже Ничего страшного Ничего Будем заливать Ну все Ребята Как видите Бетон Закончен Как обычно У меня нет Времени Чтобы поснимать Показать Как это все Затираю Забываю Работаю Увлекаюсь Пожалуйста Так вот Получилось Еще все Сырое Мешалка Моется Видите Вот Короче Все отлично Все соблюдено Боялся я Что От этого Края До этого У меня провела Не хватало Вот этого Длинного Ну Смог я Обойтись Заключительный Аккорд Последние Мне 3 метра Осталось сделать То есть Из 20 метров Вон видите Из 20 метров Еще раз покажу Из 20 метров Вчера я вот залил Вот этот Показывал вам Только что Вы видели Вот эту штуку Все уже По ней можно ходить Хотя еще 24 часа Не прошло 24 часа Напомню вам Бетон набирает 70% Прочности Вот Из 20 метров 17 метров Залито С окошками С всякими Перестановками С кривыми Всякими Тут осталось 3 Погонных метра Послезавтра Обещают снег Поэтому Надо торопиться Сейчас я Тут Большая высота И я заделываю Чтобы бетон Не вытекал Когда я его буду Заливать Вот видите Опалубка Установлена Я тут Расстояние Большое То есть Высота От Земли До верха Опалубки Ну чтобы на одном Уровне Получилось Тут очень высокая Поэтому я буду Добавлять Я и там Добавлял Кирпичи Ну здесь Особенно Добавлю Много Ну чтобы Сэкономить Маленько Бетона Кирпич Он очень Отличный Из него Я смотрел Здесь даже Дорожки Выкладывают Без всякого Бетона Если сверху Он еще будет Вот таким Слоем Бетона Да арматура Сверху Тысячу лет Пролежит Потом Потомки Раскопают И спасибо Скажут Так Что мне еще Нужно Мне нужно Чтобы более Менее Красивый Бетон Хоть он Здесь будет И В земле Я все равно Лишнее Пену Обрежу Ну Как говорят Некрасивый Самолет Не полетит Пусть он Заливается Пена Это Вот так Вот опалубка Еще раз покажу Как смотрится То есть Более Двадцати У меня рука Двадцать Где-то Около Двадцати Восьми Сантиметров Здесь Высота Будет Ну Тут Компенсируется Пенопластом И Как я уже Говорил Кипячами Больше всего Конечно Убивает Не сама Заливка А подготовительные Работы Вот так вот Видите Я прокопал Теперь Надо установить Поперек Опалубку Ну И Там Температурный Шов Ну И утеплять Изготовление Отморски Окончание То есть Продолжается Видите Сделал Одну доску Вторую Наставил Запенил Сейчас Все Надо будет Пообрезать С этой стороны Температурный Шов Вот видите Мягонький С этого С подложки Которая Замокла В подвале Вот ее Отсюда Видно Вот Сейчас Она высохнет Ну И буду Утеплять И арматуру Ну Оно Субтитры сделал DimaTorzok Как Владимир Высоцкий поет В общественном парижском туалете Не, не так Проникновение наше по планете Особенно заметно вдалеке В общественном парижском туалете Есть надписи на русском языке Так и мы здесь, в Брукингсе Делаем отмостку и надписи делаем на русском Заканчиваю я вязать проволоку Вернее арматуру Ну и после вязки буду уже заливать Начинать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok алекс пойдем нажимать хорошо, 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 спасибо дядя, я нажимаю на кнопку да Ну вот, ребята. Уже на улице темнеет. Ну, время-то еще рано. Где-то восьмой час. Ну все, остался последний квадрат. Видите, залили. С божьей помощью. И при помощи зятя и внука. Вы сейчас видели. До завтра. Многие подписчики спрашивают. Покажите результат. То, что вы отмостку делали у дочери. Ну вот он результат. Еще не совсем конечный. Потому что нужно... Вот видите, я отмечаю. Здесь я буду сейчас в бетоне прорезать такие углубления. Для чего? Потому что, видите, отдельно залито. Одна плита, вторая плита. Они залиты отдельно. И чтобы они могли играть, это как бы и температурный шов, и деформационный. Здесь вот у меня этот шов, кто видео смотрел, сначала, здесь вот заложена губка. То есть, ну, была у меня подстилающая такая губка. После потопа ее выкинули, а я подобрал, чтобы не покупать специально какой-то сжимающийся материал. Вот установил эту губку. Там резина, поролон, полиэтилен. Ну, короче говоря, она вот так как бы пружинит. Вот сейчас покажу, где я уже прорезал. Здесь еще даже не отмечал. Вот, видите, вот здесь отметил. А вот здесь уже прорезал. Вот, глубиной, ну, я там установил на пиле полтора дюйма. Полтора дюйма это примерно, значит, два дюйма, два с половиной сантиметра. А полтора дюйма, ну, наверное, 18 миллиметров, то есть 1,8 сантиметра. Вот, здесь вот я прошел вот такой машиной, диском по камню. Прошел, но так как у нее есть впереди вот такой вот как рама, эта рама не пустила пропилить до конца. Поэтому я вот здесь вот уже пропиливал болгаркой, вот насколько смог. Здесь вот дальше просто возьму зубильца, подобью, потому что если близко болгарка, видите, рез получается. Подобью, и вот это все заделаю герметиком. Сейчас, наверное, попробую этот герметик. Да, кстати, герметик специальный именно для бетонной, для бетонных таких температурных швов. Ну, вот, как бы, общая картина. Это пылесос стоит, когда я режу, говорится, они пылесоси помогают. Включу еще, покажу. И вот в ту сторону. Все, теперь дождь, осадки. Чтобы попасть в дом, им надо будет набраться, ну, хотя бы вот 18 сантиметров, представляете, это потоп должен произойти, чтобы с этой стороны пошла вода. А здесь вода, которая бежала, вот здесь окно, цокольного этажа. Здесь вот наверху у меня тоже было видео, как я прочищал желобок. Ну, и еще сверху установлен пластика, это уже был здесь, это не я поставил. Здесь уже вот этот пластиковый как закрывашка была. Поэтому, я думаю, хуже не будет. Что я ее поставил? Ну, тут надо немножко другую делать. Таким хорошим маркером рисую. Тут мне нужно сделать два реза, чтобы получился шов. Ну, вроде бы все отметил. Сейчас еще пройду, посмотрю. Все отметил, теперь надо пилить. Вот видите, прорезал я циркуляркой, теперь бетон, который на поролоне, я его выковыриваю. Снимать я уже не стал, потому что, ну, настолько пыли много. Мы пилим с пылесосом, циркуляркой, пылесосом, пылесосом огромным. Вот таким вот. Представляете? Налили туда воды, потому что слишком много пыли вылетает из него. То есть, бетон есть бетон. Теперь мне надо вот так повыковыривать, потом еще болгарочкой подровнять, ну, чтобы глубина примерно одинаковой была. Ну, и так далее. Не буду камеру портить. Пропилил. Все, я уже показал. Теперь надо все почистить. Посмотрите, здесь я уже пробную сделал заливку герметиком. Вот. Сверху скотч малярный хорошо держал, а снизу отклеился. Видимо, давление большое, я подложил вот так кирпичи. Ну, теперь решил, что сделать. Сначала все заклеить. Вот так вот заклею. Потом привалю землей. Чтобы протекания не было. Вот так вот. Ну, и залью. А потом лишнее оборвется, если будет нормально. Здесь везде все заделал. Видите? В принципе, все, что я мог помочь в этот раз. Конечно, было бы неплохо вот здесь утеплить стенку. Все неплохо было бы сделать. Пошире бетон сделать. Ну, и ах! У нас возможности ограничены. Мы не живем. В стране сказок. Захотелось все сделалось. Поэтому вот он мой результат заливки отмотра. Вот, пожалуйста. Вот она, вот она, вот она, вот она. Длина ее 20 метров, ширина полтора метра. Итого 30 квадратных метров было залито с утеплителем, с арматурой. И... Как бы вам сказать? Если это взять в кубах, примерно 3,5 куба у меня ушло бетона. Ну, то есть бетонной смеси. Здесь ее называют конкрет. Бетон – это конкрет. Короче, конкретной смеси ушло 3,5 куба. Метра кубических, я имею в виду. Ни ярды, там, ни фунты, ни квадратные дециметры. Пришел сосед, у которого мы брали бетонную мешалку, смотрит, а я смотрю на его глаза, и у него глаза разъезжаются, говорит, вау, very nice. Ну, то есть отлично, очень отлично. Ну, вот так вот. Вот это результат моей работы. Немножко некрасиво, конечно, не подубрано, но это они пусть сами выбираются. Мне уже некогда, осталось тут 3 дня до отъезда. Надо другие дела сделать. То есть менее квалифицированную работу, как я говорю, подсобную, делайте сами. Ну, все. Ребятки, всем пока. Бетон я закончил. То, что намечал. Хотя, когда сюда ехал, намечал ставить окна. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok